Слушай, украинцы, есть добра новина для милитарии украинской, для самообороны Украины, от захватчиков, от грязных террористов и, самое главное, от широкомасштабки и от оккупации. Это пример Польши, о чем сейчас говорят польские, про-польские, про-национально-польские политологи, о том, что Польша, шок, начала с пивпроцелоты сотрудничать с НАТО, с Америкой, поза НАТО. То есть, если в рамках НАТО наращивать свою милитарную мощь, то это нужно, чтобы немцы дали сгоды, меркелюшечка, камушечка, социалистушечка, потом еще ряд других, те же самые, которые против Украины, чморят, те же самые земаны, шмеманы, всякая гэдота, чмошная, конченная, Которая обещала нам нафиг, будопешки и меморандумы, сраные. То есть, сейчас Польша спирпроцелует, сотрудничает с НАТО, наращивая свою милитарную мощь, поза НАТО. Потому что Германия, историческая Германия, как таковая, современная Германия, спит и видит Польшу слабой. То есть, влачайшее, жалкое существование, как милитарное, так и экономическое, тем более. Для того, чтобы потихоньку вернуть свои территории. Потому что мы же видим, Дуда выиграл, но с маленьким разрывом. А это значит, что Шостковский рафал, это пронемецкий политик, как и платформа обывательская. А это значит, что вяло текущее, загарбленье, приборканье к себе тех земель, Шленск, Прусы и тому подобное, Кашубы. Которые когда-то належали в общее место Гданьск. И также другие территории, там где очень сильно скупченность была поляков и немцев, они жили. Но немцы потом себе это все провластылы, хапанули. И сейчас они через вот эту повединку поляков, что им насрать на свой патриотизм, насрать на самооборону. Им главное не насрать на свои желудки. И желудки таких же они, ходящих в желудке, в которых они плодят. А это значит, что зачем им ездить в Германию, когда Германия сама может сюда прийти в Польшу. На этих по-немецких территориях. И в эту программу очень сильно вписывается, вписывался и будет вписываться и Рафал Шостковский, и Комаровский, и Туск, и все, etc. и тому подобное. И вот почему Польша хочет сотрудничать без НАТО с НАТО, больше с Америкой. Которая при этом сотрудничестве ни у кого не будет потом соблазна что-то там хапать у Польши или еще что-то там чморить. Потому что сами поляки уже стали вот такими, никакими, не патриотическими, ну никакими. Поэтому приходится правительству и Дуда, слава богу, выбраться на другую каденцию. Вымышливать выдумывать вот такие колеса, там где эти политики крутятся в этих колесах. То есть, я думаю, пальцы понимают, чему я веду, что у Польши есть буферные территории, Белоруссия и Украина. А у Украины нет таких территорий. И то поляки над этим очень сильно похвапались. Они наращивают свою самооборону. Ну и поскольку мы уже нация, то мы ж не будем уподобаться древним индийцам или чукчам, тубильцам, туземцам, которые обменивали дорогую пушнину на бижутерия, безделушки для жен там и тому подобное. Ну, на чушь всякую. Нет, лучше уподобаться тем, как бы, племенам, которые обменивали это все на оружие. Пушнину, которую они отстрелили, обменивали на оружие. Так и Украина должна поступать. Потому что, если гоняться за рангом, то есть, мы ж не можем уподобаться дурачкам, которые гоняются за статусом и ничего не делают. То есть, за членством в НАТО. Ну, мы ж понимаем, какое противодействие гнит и подлин в этом НАТО против нас. Чтобы не было конкурентов. Чтобы мы были отсталой, державой, ездили только на работы. Чтобы мы не были никогда равноправным членом НАТО. Ну и, кстати, даже если и вступившим в это НАТО, то венгры, чехи, шпехи, шхерехи, блин, в лице их политиков, естественно, они будут постоянно противодействовать. Венграм хочется территории нашей, тем хочется тоже чего-то. Всяким пятым-десятым хочется территории. А совок скажет, о, вы вышли из совка, это наша территория, вы должны выйти голые. А то, что был голодомор, репрессии, миллионы погибших, поднявшиеся на плечах украинцев, экономика, блин, России глубинковой, целина, хрена, бамы, шмамы, блин, тут экономика поднявшаяся. Это никто не вспоминает. Главное, что вот территории, блин. Но это путятина гонят. Путин такое хрень гонит. Для чего он такое ходит? Чтобы воздействовать на биомассу, подчиняющиеся его воле, его прихотям, видящие, будучи в говне полной, в глубинке России, видящие себя не в говне, а в призме Путина, что они великие. Это жуть, конечно. И они готовы идти быть биомассом, лишь бы напасть на кого-то, пограбить и тому подобное. И таких 150 миллионов. Вот мы с этим должны что-то же делать. Аземаны, Херманы, Голландия, Шмарландия всякая, этого не хочет. Хочет, чтобы мы были, лачили жалкое существование. Так они на нашем фоне будут выглядаты, видеть они будут себя великой шляхтой, великими буржуями, великими капиталистами, панами. А тут какие-то лазят, блин, украинцы. Дайте нам работу заработать. У нас коррупция. Капец, короче. Вот такие украинцы ради тупого совкового ража, эмоционального всплеска, бухового или еще какого-нибудь, они готовы продать свой суверин, свою независимость, свою независимость, в которой они в своем доме должны и могут создавать себе благо. Такие же блага, как и на Западе. Но они этого не делают. То есть, что круче на ваш рассудок? Иметь статус, но не иметь реальной силы, милитарной. То есть, объект под охраной. А там они охранника, они хрена, они охраны нету, они, блин, чем охранять? Бухари одни сидят. Естественно ж, лучше иметь силу, реальную силу и возможности, и желания у Украины есть. И добровольцы, и бойцы все это. Военные заводы, изготавливающие продукцию, ту, которую не позволят оккупанту занять территорию Украины. Это, естественно, инвестиции, потому что кто вложит в страну, которую постоянно могут занять, зачморить, блин? И вместе с этим пропадут инвестиции многомиллиардные. Поэтому сотрудничество поза НАТО с Америкой это очень важный пункт для Украины, для милитарной составляющей силы Украины. И этим беспосредне, непосредственно нужно заняться всем украинцам. Всем, без исключения. А особенно политикам, естественно, и те, которые должны это делать, министры, хуисты и тому подобное, чмористы, которые, ну, тупы, ни на что не способны. И менять их некому. Ну, кстати, что бы я порадовал, что бы я посоветовал президенту Зеленскому сейчас или год назад, потому что я все-таки голосовал за этого парня, что вот когда он встретился с Трампом, когда Трамп на него поднаехал по своим вот этим понтам бизнесовым и сказал, что, слышь, брател, ты давай или не возбуждай против меня вот эти всякие расследования, блин, или мы тебе там военную помощь не дадим или еще что-то типа такого, ну, намеки на такое. Ну, что бы я сказал, то есть на кого ставить было тогда? Я бы, естественно, сказал, слушай, брателла, Трамп, ты классный чувак, мужик такой боевой, я смотрю, всех расталкиваешь локтями, премьера или президента Черногории, там, или еще там, все. Короче, слушай, брателла, мы вот так вот подождем выборов, вот когда будут выборы, и поставим на карту, то есть поставим на весы, кто больше, ты или Обама, сделал для Украины, для милитарной, для самообороны Украины, вот кто больше сделал для Украины, ты или Обама, вот на того мы и поставим. Тогда и не будет ни о нерасследовании, и тому подобное, вся эта херня, на которую сейчас все надеются давить через кровь украинцев, пролезть в Америке во власть, использовать Украину, как давление рычаги у себя там во власти, этой сраной, блин, прогнившей тотально коррупционной машины этих леваков, которые, которые что? Которые в свое время, в лице Обамы, кроме того, что просили, когда микрофон был выключен у Медведева, чтобы Медведев поспреял, короче, подмог ему пойти на второй тур, там, ну, что-то такое, так властит его Обама, чтобы ему еще массу нобелевских хреней понадавали, чтобы показать лицо черного, значит, такого народа, через какие-то сраные премии, так, то есть столько людей страдали, чернокожие, а он тут такой, хопа, президентик, и что потом? А потом договорки через проведного писателя, что, значит, Обама с Путиным договаривался, якобы, что, якобы, что, ты не идешь дальше Крыма, и мы потом с тобой договоримся, то есть, представляете, кровью украинцев все это делается, вот это ливальский маразм, в лице того же самого Обама, который чморился за своих вонючих премий нобелевских, чтобы только что ничего не стало, чтобы хорошо, беспрепятственно, без уколов, для черной же расы это было бы позитивно закончить свою каденцию, чтобы Путин не вставлял ему палки в колеса, а он беспрепятственно, ну, то есть, позитивно, как голубь мира, там, великий человек Обама закончит каденцию, а то, что Украина кровоточит, ему наплевать было, то есть, он отчморанулся своим, просто, ну, вот этим рабским генотипом каким-то, хотя уже рабства сто лет нету, блин, и рабы были в Африке, привозили их оттуда, в Америку, и то есть, он из-за этого рабства ценой Украины, кровоточащей, он себе оприторил вот эти долбанные, блин, странные нобелевские премии, чтобы позитивно только закончить, и все. Ценой украинцев, вот, вот НАТО, вот НАТО, то есть, нужно говорить о Европе и НАТО, там, где еще палки ставят в колеса, чтобы вообще туда никто не вступал, потому что, вступив туда, мы можем локтями распихать этих чморей, козлов, посрачниками и тому подобное, и еще другими методами, средствами, о которых может, даже Ярош рассказывал, как он может бороться, и так должен бороться, с этими пропутиновскими гондонами, медийными и тому подобными, политическими, блядь. То есть, вот вам такая вот, типа, Америка в лице Обамушки. С одной стороны, Будапештский меморандум, стоящий туалетного папира, а с другой стороны, ну, ты, если дальше Крыма не пойдешь, то мы с тобой договоримся. А потом, он же пошел дальше Крыма, Путин, он же вошел в Донбасс, чтобы сделать территорию, с которой украинцы, добробата, не спрашивая вообще никого нахрен, ломанулись бы на Крым. А так, они оттянуты Донбассом, чтобы постоянно кровоточила рана. Ну, это придумка этого Порошенко и Штанмайера и тому подобное, всяких Козломайерах для своего бабла, естественно, и для Глорифай, для обамовского, вот этого, левацкого коррупционного гнезда в Америке. Ну, и Трамп тоже далеко не пошел, потому что он же бизнесмен, такой же трусишка, как и Обама. Но, мы же, украинцы, знаем кровь и пот своей истории за незалежность. И поэтому мы там сделали очень много полезного, позитивного, будучи в НАТО. Но, поскольку мы там уже не оказались, значит, нам нужно давить на ту же самую Америку, чтобы сотрудничать с ней, давать для этого резонные причины, а не просто вы же обещали, о, мы обиделись, ну иди себе обижайся в платочек нахер. А придумывать, придумывать мы же не можем тут говорить, что мы будем придумывать. Поэтому нужно сотрудничать очень тесно с Америкой. Обойдя немножко вот этот официоз натовский, потому что там такие гниды сидят, что мамамия не горюй. Но наша сила должна быть такой, чтобы не обменивать ее на статус. То есть вы на тебе статус, блин, ну силы у вас мало. Базу мы не будем ставить, как сейчас в Польше. Пару там тысячонок накинем где-нибудь там в Житомире натовцы и хоть там сидят. А это нам не интересует. Нам нужна дивизия, нам нужно ПВО, противовоздушная оборона и тому подобное, тому подобное. Даже несколько, как в Израиле официально не существует ядерного статуса, но существуют ядерные боеголовки, ракеты средней там или еще какой-то дальности. То есть я думаю уже у Украины вот эта дурость чукчи или индийских племен древних ушла, чтобы обменивать пушнину на безделушки, на статус какой-то. Значит милитарная военная для самообороны себя и Европы. То есть подытожить можно то, с чего иначе, с Польши. Вот Польша это понимает, она заблаговременно, не надеется ни на какие буферные зоны, там Украина или Беларуси. Она вооружается, она умножает базы НАТО, в своем количестве НАТОвских войск, делает все, чтобы Россия на нее не напала, по крайней мере, или кто угодно, любой, другой. Там супыречки в НАТО, в том самом, для Польши будут от немцев, от Германии идти, то есть она это все понимает, наращивает IP-технологии, наращивает милитарную самооборону и тому подобное. Но даже и Польша, как и Украина находятся вместе со всем этим наращиваемым в русской рулетке, можно сказать. Потому что сегодня уже явно удостоверено, что Дуда выиграл, но вчера это было неизвестно. Там 400 тысяч или 200 тысяч колебалось между Рафалом Часковским и Дудой, президентом второй каденции. И если бы Рафал этот Левак Часковский ЛГБТшник выиграл бы, то ни о какой самообороне, ни о каком милитарном, ни о каком политическом влиянии Польши на геополитической сцене, по крайней мере европейской, не могло бы быть и речи. То есть люди, половина массы, так сказать, в Польше, став ранговой, став уже в Евросоюзе, они начали деградировать до такой степени, что им наплевать вообще на все, кроме своего мамона, кроме зажартости, кроме ривализации, еще больше ранговости, конкурировать со шведами, с теми, но они забывают, что они бывший совок, так же, как и мы, и им нужно сначала пройти очень тяжелый путь независимости, самостоятельности, а они сразу, во, мы круче, мы сейчас догоним и перегоним в крутости, блин, в богатстве, ну, так каждый человек мыслит, но Дуда и Пис мыслят по-другому, хотя иногда было в начале за рахунок Украины, в чем был он постоянно критикованный, постоянно критикуется и дальше Пис этот, ну, вот, они дбают о своей независимости, а у нас настолько тяжкий случай постсовка, что это еще путь нужно пройти и пройти позаранговостью, ну, я же говорю, главное, нафиг мне сралась эта ранговость, главная сила, чтобы уметь отстоять свою независимость, потому что только в ней, только в этой независимости мы нужны сами себе, украинцы нужны Украине, только будучи независимой державой, эта держава будет дбать, заботиться, приумножаться, богатеться и тому подобное для украинцев, никому эти украинцы не нужны, так же, как и эти поляки, нахер не впали, поэтому только независимость, только самоорганизация, то есть только независимость даст возможность приумножить свое богатство, ранг, приумножить мораль, государство и тому подобное, но это настолько просто понять, что будучи ты богатым, но не имеющий независимого государства, мощного, милитарно, только сильное и мощное, государство способно защитить это богатство каждого человека, которое его накопит, накопит в этом государстве, по-иному это любой придурок с автоматом просто придет и заберет, это у него богатство, это настолько как 2 плюс 2 понятно, ну почему миллионам наших баранов это не доходит, а я вам скажу почему не доходит, все дело в грехе, потому что вы смотрите, что ну что постсовок вчерашние украинцы, да, что с них взять, да, ну такое воспитание, такой генотип как бы с совком внушен был, а вы посмотрите на Америку, что творится, там же не было совка, да, там было и до сих пор это сильная ядерная держава, а там творится вот такой балаган, люди так те же самые, да, биомасса, которые легко руководить масс-медиам, левацким и тому подобное, когда в демократических штатах Америки United States творится вот такой аналогический беспредел, маразм, дебилизм полнейший при попустительстве левацких этих толстосумов, буржуев, а в республиканских штатах все нормально, мирная демонстрация, потому что они знают, что если там начнется балаган, им полиция от республиканцев или даже войска дадут по дупе очень жестоко, всадят в казематы, вот они мирно протестуют, потому что это самый пример демократии во всем мире, и нормальные думающие политики не дадут это все разбалансировать и вообще в дерьмо втопить, вот так и украинцы, какие там воспитания совковые, постсовковые не были, так, к сожалению, и украинцы, ради бижутерии долбанной, ради безделушек, ради примитивизма, постучать касками, ради Януковича банды, настучать банде Януковича шахтеры стучали в 90-х, настучали себе сепаратизм, войну, вот так, вот так всегда, везде и повсеместно, вот так и украинцы, ради тупого совкового ража, эмоционального всплеска, бухого или еще какого-нибудь, они готовы продать свой суверен, свою назалежность, свою независимость, в которой они в своем доме должны и могут создавать себе благо, такие же блага, как и на западе, но они этого не делают, то есть не делают те, которые больны, заражены грехом, ну и уезжать, покидать Украину, они тоже не желают, они желают срать, постоянно этой Украине, гадить, своим грехом, они не понимают, что маленькая Финляндия выиграла в один, в четырем или один к шести были потери с советской стороны, когда советы с танками в четыре, в десять раз происходящие по силе любой техники напали на финнов, вот, это значит национализм финский, а у нас национализм, ну, такой, постсовковый еще, поэтому и люди такие постсовковые, они не понимают, что лучше быть спартанцами в малочисленности, чем быдлом в многочисленности, то есть неплохой сценарий для очередной серии «Слуга народа», сидит Зеленский как учитель и вызывает к доске тема дня весы, вызывается Трампушечка, вызывается Дональдюшка и толстячок Байден, и вот скажите, дорогие, вот выборы на носу, вот скажите, кто из вас сделал больше для Украины милитарно, военно, экономически и тому подобное, политически, вот кто из вас сделал больше, что-то внес вклад, тот и получит поддержку на президентских выборах, кто меньше сделал, кто своих сынков ставил получать несметные богатства на крови украинцев, всяких кутасиков, всяких фьютов, тот не получит ничего, наоборот, только бучу медийную, медиальную, пускай в Конгрессе их топят, то есть, кто в свое время пропорохоботил Украину, кто спустил ее в дерьмо коррупции, кто в этом участвовал, помогал упадничеству Украины, кто помогал оккупации Украины, кто ее сдавал, вопреки обещаниям, тот должен быть снизвергнут со сцены политической жизни Америки, United States of America in our hands, in the hands of Ukrainian, great Republic, and magnificent country of Ukraine. Продолжение следует...